Лицо я очистила аж до скрипа, просто действительно такие ощущения, очень-очень гладкая кожа, я уже после того, как сделала скраб, воспользовалась снова вот этим пенящимся муссом от Натуры Сибирика, лицо потрясающее. И сейчас я, как вам и говорила, хочу испытать, вернее не испытать, я уже их пробовала, просто вам рассказать про два средства от белорусской косметики, которые у меня перелиты, вот так вот пробники, это здесь у меня лосьон такой прозрачный, тоник и маска. Сейчас я вставлю фотографии, покажу вам, чтобы вы видели, что я буду делать, сначала покажу, но в любом случае я вставлю фотографии. Вот так вот выглядят два этих средства, во-первых, это отбеливающий тоник пилинг, вообще заявлено, что здесь у нас обновление кожи, мягкое очищение, осветление веснушек и пигментных пятен, ничего этого, честно говоря, я не заметила, но он действительно довольно-таки очень мягкий, деликатно так, он не очищает кожу, то есть если сказать, что это лосьон, который можно удалить остатки макияжа, нет, он просто такой запах мужского одеколонного числа, вот у меня ассоциация, что вот как раньше были мужские одеколоны, вот такой запах. Это просто так же с утра можно, например, воспользоваться или вечером, когда уже полностью идеально очищена кожа, то есть сказать, что он что-то там как-то удаляет на лице, нет, этого не могу сказать, вот разве что у меня и вытерлось полотенцем, которое почему-то линяет, и он сейчас собирает остатки этого полотенца. Слушайте, у меня очень давно не было внутренних таких вот так называемых прыщей, да, рогов, вот у меня сейчас вот здесь растёт, здесь было сейчас, конечно, с кожей что-то такое творится, наверное, потому что столько ели пили, как говорится, на праздники, и всё это теперь вылазит, вот. Поэтому да, я не могу сказать, что это супер какой-то такой тоник, но бюджетно, очень бюджетно, и в принципе для такого утреннего ухода, либо вечернего, когда уже не уход, а просто хотите немножко улажнить кожу, потому что кожа мягкая, ну, разве что если вас не будет смущать или наоборот вам захочется пахнуть мужчинкой, вот, то можно им, конечно, воспользоваться. И сейчас буду делать маску, я её уже делала, и могу сразу забегая вперёд сказать, что какого-то такого осветления, потому что заявлено тоже, что всё-таки эта маска осветляющая, и она лифтинг и повышение упругости, глубокое очищение, отбеливание кожи. И я могу сказать, что я не заметила тоже такого супер какого-то эффекта, но если учесть, что она бюджетная, она очищает, она нормально, да, очищает, и ладно, нанесу, потом расскажу вам постепенно о всех своих ощущениях. Пока я хотела вам показать её консистенцию, она у меня даже вылилась, она такой немножко бежевый, у неё подтон такой бежевый-бежевый, совсем еле-еле, и довольно-таки, ну, не прям жидкая-прижидкая, но текучая, то есть легко, вот, она даже из баночки у меня вытекает, и запах у неё, ну, знаете, может быть, у меня в этой баночке, я не знаю, как она пахнет в своей упаковочке, но немножко у меня неприятный такой запах отдаётся, ни травами, ни чем-то таким, нет, вот просто немножечко какой-то, может, тоже как мужским одеколоном, я не знаю, может, это только мне кажется, в общем, кто пробовал, напишите своё мнение. Вот я её нанесла, нанесла даже на шею, ниже не стала спускаться на зону декольте, и что удивительно, до этого я её делала два раза, она ни разу у меня не щипала, нигде вообще не кололась, не было никаких ощущений, просто маска и маска, как будто, знаете, глину нанесли, ну, разве что она так не стягивается, а сейчас, так как я до этого делала скраб, я думаю, может, где-то я там всё так растёрла, где-то, где вот тоже даже эпиляция была делала, где у меня немножко жжёт, и ощущение, как от бодяги, вот, вот так вот покалывание, такой стянутости кожи нет, вот просто покалывание, и хочется всё вот расчесать, я думаю, знакомо вам тоже такое ощущение, когда бывает от масок или от каких-то средств, ну, посмотрим, подержу минут 15, посмотрим, сейчас буду смывать маску, прошло минут 15, и, как видите, вот, она не стянула вообще кожа ни капельки, она даже кажется, что такая немножко эластичная, ну, то есть, видно, что такая подвижная, и сейчас я её просто с помощью спонжика полностью смою. Девочки, ощущения очень приятные, кожа настолько мягкая, ну, вроде, да, я делала и то, и то, понятное дело, она и так мягенькая уже, но, действительно, мне нравится, попробуйте, я вообще всем советую, у кого есть возможность приобрести белорусскую косметику, у них огромное множество всякой продукции, пробуйте, я уверена, что вы сможете подобрать себе что-то, я постоянно беру белорусскую косметику, помимо того, что, например, что-то дорогое, или сейчас вот мне интересно аптечные какие-то марки тестировать, но из белорусской косметики у меня всегда обязательно что-то есть, потому что, правда, у них не всё, нет, конечно, но можно найти стоящую продукцию, которая будет лучше, чем, не знаю, тот же дорогой крем от какой-нибудь другой там фирмы, например, класса люкс и так далее. Так, сейчас я думаю, что я сделаю следующий, мне кажется, я уже придумала. Есть маска, которая мне очень нравится, мне подружка также её давала, я её делала уже, наверное, где-то раз в пять, и, ну, в принципе, да, основную её часть я уже закончила, вот так вот она выглядит, и эта маска, сейчас я вам вставлю, конечно, куда-то сюда картиночку, это маска глубоко очищающая, успокаивающая, с зелёной глиной и маслом чайного дерева, это также белорусская косметика, и мне она очень нравится. У неё такой немножко мятный запах, ну, вот как раз даже не мятный, а чайного дерева, знаете, наверное, как пахнет, и она очень хорошо успокаивает, мне нравится заканчивать ею какие-то процедуры, если, например, был скраб какой-то жёсткий или что-то ещё тому подобное, мне нравится делать её. И ещё она мне напоминает мою маску с антибактериальным эффектом от 100 рецептов красоты. Правда, девчонки, вот эту маску, мне подруга дала её много, в принципе, попробовать, но я знаю точно, как я закончу вот это, я 100% себе куплю её, потому что, правда, она классная, попробуйте. И дальше я покажу, наверное, как её сделаю, ещё один вам тоник. Да, я уже сегодня, наверное, всё сделаю, и заодно вам расскажу о всех тех продуктах, которые у меня практически заканчиваются, которые мне дала подруга. Я не знаю, как я разъяснила или нет вам, что мы делаем. Мы купили с ней вот такие вот всякие баночки, наборы от Сифоры, баночки, тюбики и так далее. И постоянно что-то даёт она мне. Например, дала маску, я заканчиваю, потом я ей что-то кладу, что у меня есть, она это пробует. И вот так вот мы обмениваемся. Я решила, что, наверное, я уже много раз об этом говорила, хотела сделать вообще абсолютно отдельное видео, но решила включить это во влог. И влог, скорее всего, будет разбить на 2, а может даже и на 3 части, в зависимости от того, сколько я сегодня с вами ещё наболтаю. Но я очень соскучилась, поэтому простите за длинное видео, но мне хочется постоянно с вами разговаривать. Итак, наношу эту маску. И кто только присоединился ко мне, не знает, как я наношу масочки. Обычно я делаю с помощью вот такой синтетической кисти. Очень удобно. У нас продаётся в магазинах профессиональной косметики. Стоит до 100 рублей. Вот такая вот она. Нанесла я маску и просто балдею с этого запаха. И сразу кожа... У меня ощущение, что она очень сильно увлажняется, но с другой стороны, когда смываешь эту маску, скрипит. Прямо вот действительно кожа аж скрипит. Я очень довольна. Девчонки, ну правда, честное слово, пробуйте, пробуйте. Всегда ищите какие-то продукты. Я вот раньше, знаете, я об этом не задумывалась. Мне подходил клиник. Я покупала из раза в раз. У меня кончился крем. Я пошла, купила опять этот крем. И я думала, ну вдруг я возьму какой-то продукт, и он мне не подойдёт. То же самое было с шампунями, с каким-то кремом для тела. Я всегда до Ютуба об этом не думала. Я думала, так, я нашла продукт, который более-менее мне подходит. Ну и зачем пробовать что-то другое, вдруг не подойдёт. Сейчас, честно, мне не жалко денег, которые, бывает, тратятся впустую. Действительно, вот купила я продукты, там, даже не дёшево или дёшево, не важно. Но мне он не подошёл. Но я, по крайней мере, знаю, что я попробовала, и мне не подошло. А есть что-то я купила, и мне настолько это понравилось, что я думаю, вау, как классно, что я всё-таки это попробовала. Кстати, да, я ещё, знаете, о чём сегодня подумала? Зашла, увидела, что у меня уже почти 5 тысяч подписчиков. Я жду, не дождусь, когда я увижу уже эту цифру. Я, естественно, надеялась, я думала, что будет до Нового Года, но просто вообще сам факт, уже скоро будет год моему каналу. Первое видео, я не помню, надо будет посмотреть, но кажется, то ли 2 февраля, то ли... Я помню, что канал, ну как бы вообще себя создала я ник, и так называемый просто канал, зарегистрировалась 25 января. Это я помню хорошо, но когда вышло первое видео, я не помню. Нужно посмотреть, чтобы не пропустить это событие. Кстати, хотела показать, у нас было вообще очень тепло, и не было снега. И вчера, нет, позавчера, выпал снег. Сейчас на деревьях практически нет. Это, кстати, наш огород, сад. У нас очень много деревьев, и обязательно весной или летом, я не знаю, когда будет всё цвести, я с вами туда схожу, покажу вам всё. И сейчас у нас вот лежит столько снега там. Так, маска у меня уже впиталась как только можно. Вот видите, я сейчас убираю здесь и слушаю музыку. Мне очень нравятся песни Любовь Испенская и Ледяник, ты замужем уже вообще. Тащусь просто с этой песней. Вообще люблю музыку. Вконтакте всегда включаю и слушаю. Ещё раз помою кисть, и туда же, куда расчески помещала, в тот же самый стерилизатор, помещу минуток на 10 кисть и спонж. Ощущение, она также не стягивает, эта маска, и после неё мне нравится, я уже говорила, вот такой скрип прям на коже. Всё смываю.